Так как я играла в предыдущей части, и предыдущую Лару Крофт я прошла на уровне выживания, то есть я ее проходила два раза. Первый раз я проходила ее на опытной расхитительнице, когда я играла первый раз. И потом мне делать было нечего, я решила перепройти игру, думаю прям соберу все артефакты. Но я люблю просто это дело. Когда я первый раз проходила, очень много пропускала. Тут у меня было много времени, я подумала, что займусь именно тем, что буду все эти кубки собирать, артефакты. Интересно мне было. То есть в спокойном ритме, не спеша. Когда было время, то проходила эту игру, и играла я на выживание. Сейчас я попробую на выживание играть в эту игру. Вообще я люблю очень сложный уровень игры. Просто тот, кто смотрит, наверное, вас могут раздражать мои пропадания. Я, конечно, это все монтирую и вырезаю до первого раза. Но я просто, не знаю, люблю в играх сложности. Когда очень легко, у меня пропадает интерес. Я не понимаю, зачем я вообще играю в игру. Ведь это же... Ну, для меня все же, даже если тут хороший сюжет и красивая картинка, это не фильм, это игра. И если вам нужен просто сюжет, вы можете посмотреть фильм. Но это для меня просто так. А так как мы все-таки играем в игру, тут смысл именно геймплея. По возможности, конечно, я включаю высокий уровень там. В полауте я не могу играть. Это просто сумасшествие какое-то. Может, это для первого раза, там нужно пройти уже, когда все знаешь. Ну, как вот в Dragon Age я делала. Там можно чуть повыше делать уровень сложности. Так, сейчас играю на высоком. И то бывает достаточно проблематично пройти какой-то момент, но все же я отправляюсь с этой задачей. Ну ладно, все, выживание. Конечно, мне все устраивает. Что заставляет людей выходить за рамки обыденного, смотреть в лицо неизвестности? В детстве мы все познаем мир вокруг себя. Мы учимся, мы приспосабливаемся и постепенно теряем способность удивляться. Практически все, кроме немногих. Исследователи, искатели истины. Именно они определяют будущее. Мы все искатели истины. Многие действительно перестают удивляться миру. Это наша команда из предыдущей части нашей экспедиции. Я помню этого парня. Я просто не помню их по именам. Вот наш ледокол. Два ледокола. Тут даже профессионалы вот так вот не рискнут залазить. С помощью ледокола в горы. Ну, она у нас еще та экстремалка, и это игра. Ладно, сделаем ей скидку. Надо. Чувствительность мышки изменить. Знаешь, даже если мы ничего там не найдем, отец все равно бы тобой гордился. Я знаю, но у меня хорошее предчувствие. Это из-за плавности было. Движение вот этого. Я не могу сфокусироваться в игре. Как она соображает при таком холоде, куда нужно идти, чтобы не подскользнуться и не свалиться в пропасть. Она прямо на вершине горы идет. Последний момент ведь уцепилась. Офигеть. Долго я соображала, на какую кнопку нажать. Я забыла. Да, когда она одной рукой хватается за уступ, нужно успеть нажать Е. Без страховки, без всего охереть можно. Так, руками. Она голыми руками сейчас хватается? Нет, в перчатках. Но там, блин, я не знаю, ни одни прокачанные руки бы не выдержали в такой холод, даже в перчатках и бежаться за уступы вот эти ледяные стены, на которые можно забраться. По каменистым склонам ледников, ты сказала, можно сбираться. Убираемся. Это я люблю. Ну куда дальше? Так, дальше не вижу куда. Правее, левее. Что-то сказать. Я в замешательстве, наверное, левее. А, да, вот там вижу друга и я. Значит, левее. Ну, если громко будет звук или музыка, я немножечко убавлю. Меня прям перебивает звук игры. Лара напугала его до потери пульса. Пошли. Это температура, что ли? Похоже, нам туда. Плюс 50. Плюс 50. Ой, нет, это очков нам добавили. Ну, мы же ее здесь можем прокачивать, я помню. Рядом с костром. Можно там оружие улучшить, там еще что-то можно. Недурно. Если погода испортится, переждем тут. Думаешь, найдем этот твой город? Шансы, конечно, невелики. Но старый проводник сказал, что видел в горах какие-то развалины. Ну, пожалуй, если бы мне пришлось прятать забытый город, я бы выбрал как раз такое захолустье. Я больше смотрю, чем говорю. Сейчас. Да, подобной виртуальной реальности отбоя не будет людей. Они не умеют наслаждаться миром. Красотой, природой. А, виртуальными очками только гораздо. Они не будут. Зависимы. Ну, что говорить, а сама любитель поиграть. Но я умею наслаждаться природной красотой. Поэтому отчасти это и не про меня. Отчасти это не про меня. Мы близко Иона. Я чувствую. Надо сделать последние усилия. Ладно. Посмотрим, что там. Я помню, когда ездила, ездила в судак. Мы на экскурсию ходили. Ей нужно было так же по уступу. Мы пристегивались к конструктору и вот так же лезли по уступу. Поднимались в горы. Сейчас дойдем до костра и нужно сохраниться. Я хочу очень посмотреть. Запрыгивай. Припрыгивай. Блин, ладно, у него такие сильные руки, а вот он тоже так же может, видимо, прыгать. В конце у него менее физическая подготовка. Вверх, что ли? Видимо, да. Ладно, если прямая стена. Тут как-то под наклоном, полукругом сделано. Вообще очень опасно. И неизвестно, где лед тоньше. Вообще жесть просто. Вот так вот все рассыпается. Может, здесь водопады раньше были? Все замерзшее. Не-е-е-е-е-ет, я умерла. Первая смерть. Почему-то я решила наверх прыгать. Прошел шоу. Твою мать! Твою степень прыгну! Стой там! Я закреплю тебе трос наверху! Да, да, твой трос! Мы спешим другу на помощь. Нужно закрепить трос. Ладно, еще чуть-чуть! Давай! Веревка заканчивается. Вот это вот, да! Это я не знаю, как ты собираешься залазить. Это тоже не вариант. Мы погибли? Или так задумано? Нет, мы погибли. Так, Лара долго думала и не узнала, что делать дальше. Что же, что же? Честно сказать, я не знаю. Да почему? Да почему? Я не пойму. Нет, ну а как? Ниже, что ли, попробовать? Отсюда? О! Да, там просто, где мы сейчас схватились ледоколом, пониже лед. Быстрей соображай! По-моему, она потеряла сознание на секунду. Я тебя вытащу! Так, ударилась головой. Она не сдастся, не успокоится никогда. Нравится мне ее характер. Вот бы мне и ее решительности. Да блин, я же вроде все. Что, не получилось? Лара, я тебя не удержу! Веревка выскальзывает! Блин! А я думала, выше можно подняться. Так, еще опыта добавили. Упёртая, как я. Леон, ты носа! Возвращайся в укрытие! Давай, дедка, давай! Мы с тобой и зиму переживем, и в юго! Собственно, не пропадешь. Сейчас будет спуск, я думаю, скользить. Прыгаем за трос. Да-да-да-да-да-да. Вот это спецэффектик! Головой разбила ледяную глыбу! Вот это экстремальный отдых! Не хотите в такое путешествие отправиться? Впечатлений будет, выше крыши. До смерти, как говорится. Наверное, этим любителям виртуальной реальности не хватает таких впечатлений виртуальной реальности. Что в жилах остыла кровь. Давай уже, сохраняйся, дорогая. Очнулась через несколько дней. Ой. Я пропустила сцену. Простите. Двумя неделями ранее. Англия Лондон. Все умеют читать. Блин, зачем я пропустить на жалом? Придется пересматривать. Нет в нашей жизни больше жестокости, чем ее скоротечность. Мы стареем, дряхлеем, умираем. Ну, люди сами сократили себе жизнь. Еще сокращают. Костя. Всеми возможными способами. А душа. Переходит ли она за грань земного существования? Я верю, что да. Переходит. В основе многих мифов и легенд лежит истина. Не научная, но куда... Куда более важная истина. Назад вниз. Покажи мне, как его зовут. А, это Распутин. Я думал, там другое. Имя будет этого князя, который основал Китишград. Я не одинок в своих поисках. Они следят за мной. Следят за каждым моим шагом. Теперь я знаю, кто они. Троица. Древняя, жестокая секта, жаждущая мирового господства. Ради семьи я должен соблюдать осторожность. Если что-то случится с Ларой или с Анной, я никогда себе этого не прощу. Продолжение следует... Продолжение следует... Это из-за этого интернета, браузера, блин. Постоянно открывается у меня. Подлагивает изображение. Георгий Вселадович основал город. Я, кажется, нашла гробницу. Да не может этого быть. Миф о пророке подтвердился. Папа был прав. Лара, твой отец был нездоров. Нет, он стоял на пороге великого открытия, неопровержимого доказательства бессмертия души. Я любила Ричарда. Я была готова выйти за него замуж. Но он сломался. Я не хочу, чтобы и с тобой это случилось. Но она, он был прав. Это все остальные ошибались. Гробница в Сирии. В Сирии? О боже, Лара, нет. Это безумие. Приди в себя. В Сирии тоже много всяких тайн. И связанные с тамплиерами в том числе. Но эта мания сгубила твоего отца. Я видела что-то. Что-то, что я не могу объяснить. Теперь я понимаю, каково приходилось папе. Это все сказки. Глупости. Прошу тебя, опомнись. Ты знаешь, чем это кончится. Только это теперь имеет для меня смысл. Я найду гробницу пророка. Взяла и перемотала ролик во время того, как она срывалась с обрыва. Летела сквозь снег и ветер. Вам точно туда надо? Мы уже близко. Впереди будет каньон, а там должен быть оазис. Зря время тратите. Ничего там нет. Смотрите на дорогу, пожалуйста. По-моему, в In The World. Мы в Сирию именно в этом же месте играем. Что-то не так. Это учение просто. Ты кому-то сказал, так? Жадность приведет его к смерти. Привела уже. Ну ты чего-то же. Да? Ай! Вот. Ек. Что? Что-то? Что? Что-то? От меня ждут игры. Я что-то засмотрелась. Нет. Хорошо, что не нужно было нажимать на Е. Может, я засмотрелась. Красота неописуемая. Сохраниться дай. Алар. Алар. А мы можем сохранить, запущить руины в обрыве? Не пойму, что у меня со всем этим происходит. Непредвиденные обстоятельства. Кирова. Да,лар. Вот так все время у нас. В игре будет происходить. Кто-то на нас настучит. Кто-то захочет денег побольше срубить. А другие искатели сокровищ для других целей такие сокровища используют. Не для таких невинных, как Лара. Такие открытия к людям не дойдут. Только эти люди из тайных сообществ, которые охраняют эти реликвии, изобретения и много чего еще скрывают. Все разработки для войны и для тех, кто может побольше денег заплатить. Не для чистых помыслов. Это 100%. Это 100%. Гляньте помощи. Это 11.